МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске вы увидите... Они живы, пока жива память. В Ненецком округе сегодня вспоминают участников олено-транспортных батальонов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Осторожно, дети! Правоохранители совместно с общественниками отправились патрулировать улицы и увеселительные заведения окружной столицы. В нашем эфире оперативные кадры рейдового мероприятия Комендантский час. В Заполярье стартовали дни Ненецкой письменности. В течение месяца в разных уголках округа пройдут тематические мероприятия. Почему важно и нужно сохранить язык коренного северного народа? Об этом и не только в ближайшие 20 минут. Сегодня в Заполярье день памяти участников олено-транспортных батальонов Великой Отечественной войне. В торжественном митинге приняли участие жители Ненецкого округа, военнослужащие, участники патриотических клубов, творческих коллективов, землячеств, а также представители органов власти, организаций и учреждений. Ольга Русул продолжит. Сегодня в Заполярье день памяти участников олено-транспортных батальонов Великой Отечественной войне. В торжественном митинге приняли участие жители Ненецкого округа, военнослужащие, участники патриотических клубов, творческих коллективов, землячеств, а также представители органов власти, организаций и учреждений. Ольга Русул продолжит. 78 лет прошло. 20 ноября 1941 года Государственный комитет обороны СССР принял решение о мобилизации оленелыжных батальонов. На фронт отправились сотни оленеводов, рыбаков, охотников из Малоземельской, Большеземельской и Канино-Тиманской тундр вместе со своими оленями и лайками. Переходы совершались в тяжелейших условиях в 50-ти градусные морозы. И сегодня мы, их потомки, отдаем дань памяти неоценимому подвигу северян. Это действительно впечатляет и поражает. Если посмотреть, то эти олено-транспортные батальоны 17 тысяч тонн боеприпасов доставили на передовую. Больше 14 тысяч раненых бойцов они увезли с передовой в тыль. Больше 10 тысяч военнослужащих доставили на фронт, на передовую. И это тот вклад, который, в общем-то, можно считать очень существенным в целом в обеспечение победы нашей страны на фашистской Германии. Среди тех, кто сегодня пришел почтить память воинов, дети, внуки и правнуки героев. Вера Семенова на митинге с портретом своего дяди Василия Федотова. До недавнего времени семья считала, что он пропал без вести. И только недавно стало известно, что боец 7-й оленя лыжной бригады погиб в мае 42-го года под Мурманском. Не все вернулись с поля боя в родные и милые края. Аж сколько горя, утрат и боли перетерпела каждая семья. Моя бабушка Федотова Сусанья Дмитриевна, мама моя Таисия Александровна, никто не дождались своего, как говорится, сыночка и брата. Хотя бабушка до скончания жизни все считала, что пришла похоронка без вести пропавшего. Она считала, что он еще придет, он еще придет. И вот через 69 лет мне пришлось найти, разыскать своего дядюшку, могилку его, и я съездила в Мурманск. Никифор Чупров тоже участник оленей лыжных батальонов. Его портрет на митинг принесла дочь Тамара. Он воевал, 6-я лыжная бригада, 8-й отдельный батальон. Но раненки тяжело, но потом в госпитале лежал. Он был посыльным между батальонами, и когда при выполнении задания его ранило в ногу, и он на лыжах добирался до посанчасти. Ну и вот там награжден имидалями. На фронте олени-упряжки использовались как транспорт для подвозки на передовую боеприпасов продовольствия. На оленях эвакуировали в тыл раненых, ходили в разведку. Дядя Сергея Клокотова, Петр Кисляков смотрит на митинг с портретом. Боевал в авиационных частях, в авиации. И вот единственное, что мне мать рассказала, он часто вспоминал оленеводов, которые подвозили на своих санях авиабомбы для самолётов. Он остался с войны, пришёл живой, но после полученных ранений и контузий, встречи с родными, он в 1956 году скоропостижно умер. Всего из Нянинского округа в годы войны было отправлено 5 оленей транспортных эшелонов. Около 6 тысяч ездовых северных оленей под управлением порядка 600 каюров из коренных тундровиков. На поля сражений они добирались своим ходом вдоль побережья Белого и Баренцева морей, преодолев путь длиной более 2000 километров. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В окружной столице прошли межведомственные профилактические мероприятия «Комендантский час» и «Семья». Участники рейда патрулировали улицы города и поселка искателей, а также семьи, находящиеся в социально опасном положении. Об итогах рейда расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Перед выездом участники рейда проходят инструктаж, а затем делятся на группы. В составе каждой представители комиссии по делам несовершеннолетних, педагоги и воспитатели образовательных учреждений, специалисты комплексного центра социального обслуживания, а также представители органов опеки и попечительства. Каждой группе был определен свой маршрут. График у нас ежегодный, утверждается ежегодно. И, соответственно, мероприятие направлено у нас на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. То есть мы сделаем все для того, чтобы дети не стали жертвами преступлений, жертвами правонарушений, чтобы в отношении них не совершались, и чтобы они сами не совершали правонарушений и преступлений. Участники рейда на служебном транспорте патрулировали места концентрации молодежи, увеселительные заведения, а также улицы города и поселка искателей. А уже следующим утром продолжилось профилактическое мероприятие «Семья». По результатам работы проверено 42 семьи, которые состоят на учетах, как семьи, находящиеся в социально опасном положении. Пять детей помещено в больницу в связи с злоупотреблением их родителей алкогольных напитков. В ночное время были проверены общественные места и ночные развлекательные учреждения, в которых реализуются алкогольные напитки. В баре адреналин выявлено трое несовершеннолетних. Двое из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Добавлю, родители несовершеннолетних привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В порядок возмещения затрат за найм жилья педагогическим работникам внесены изменения. Соответствующий проект постановления был принят сегодня на заседании региональной администрации под председательством Александра Цибульского. Документом уточняются категории педагогов, которые могут рассчитывать на компенсацию расходов за найм жилого помещения. Ранее эта дополнительная мера социальной поддержки распространялась только на педагогов общего и дошкольного образования. Данная мера будет предоставляться не только работникам школы и детских садов, но и наших СПО. И при этом возможность компенсации найма жилья увеличена с 3 до 5 лет. Все остальные условия – это в части размеров оплаты 10 и 15 тысяч рублей, в части предоставления, порядка предоставления данной выплаты у нас остались прежними. То есть также необходимо быть признан нуждающимся в живых помещениях на территории города Наринмара и поселка искателей. И, соответственно, через Департамент социальной защиты встать на учет и потом уже по линии своих организаций образовательных, в которых непосредственно работает педагог, уже получать данную выплату. По информации профильного ведомства, после принятия распоряжения в Ненинском округе получать такую компенсацию будут 9 педагогов профессиональных образовательных организаций. До конца 2019 года из бюджета округа на эти цели будет направлено 330 тысяч рублей. Окружные депутаты приступили к рассмотрению расходной части проекта окружного бюджета на предстоящий трехлетний период. Так, на минувшем заседании профильной комиссии парламента рассматривался вопрос финансирования Департамента внутренней политики, который является ответственным исполнителем по государственной программе Ненинского округа сохранения и развития коренных малочисленных народов Севера в Ненинском округе. В следующем году на поддержку этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов Севера запланировано порядка 7,5 миллионов рублей. Средства направят на проведение съезда КМНС в Нарьинмаре, участие делегаций из округа в международной выставке-ярмарке «Сокровище Севера», а также во Всероссийском фестивале песен и танцевального творчества «Кочевья Севера». Традиционно предусмотрены средства на участие народного молодежного ансамбля «Хаяр» и самодеятельного театра «Иллипт» в фестивалях. Кроме того, заложены средства и на участие представителей коренных малочисленных народов в межрегиональных мероприятиях, семинарах, съездах, форумах и конференциях. На поддержку традиционного образа жизни и традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера в Ненинском округе предусмотрено 5 миллионов рублей. Речь идет о предоставлении грантов семейно-родовым общинам. Средства грантов направляются прежде всего на материалы для чума приобретения техники. Пять дней осталось до окончания приема инициатив в рамках проекта НАО-100. На сегодняшний день через платформу «Народный контроль» уже поступило 62 проекта. Один из них под названием «Стелла Палари» направлен на возрождение микрорайонов, новый поселок и лесозавод. Алина Волучейская продолжит тему. Назовешь поселок новым, не расселят никогда. Это строчки из стихов собственного сочинения Михаила Кушнира. Таким образом, мужчина пытается привлечь внимание общественности к проблемам жителей микрорайона «Новый поселок». Сегодня эта территория в окружной столице одна из немногих, где нет благоустроенного жилья. Большинство ютятся в многоквартирных двухэтажных деревяшках. Причем многие не перебираются ближе к центру, потому что не хотят покидать историческую родину. Гаражи, огороды, погреба, одна школа, один детский сад, соседи, друзья, родственники, бабушки, дедушки – все это для них не пустой звук. Они крайне разочарованы тем, что уже более 30 лет сюда не инвестируется ничего в строительство комфортного жилья. Им этого хочется. Суть инициативы в том, чтобы построить благоустроенные жилые дома в этом районе. Ведь инфраструктура здесь создана. Есть современная школа и детский сад, ледовый дворец спорта. Этот посыл Михаил отразил в своем проекте «Стелла Полари», который прислал на платформу «Народ 83». Кстати, до окончания приема заявок остается все меньше времени. Строительство жилья, культура, образование, медицина, бизнес, интернет-технологии, связь, доступная среда. Предложить проект можно в абсолютно любой сфере. Сделать это можно на портале «Народный контроль». Для этого необходимо войти во вкладку «Нао-100» и заполнить необходимые пункты. Это название проекта, цель проекта – ожидаемый результат, предполагаемый охват и краткое описание своего проекта. И, соответственно, по окончанию нажать «Отправить проект». «Нао-100» рассчитан на 10 лет. Мероприятия проекта станут своего рода дорожной картой к стратегии социально-экономического развития Ненецкого округа до 2030 года. В программу войдут не менее 100 проектов, которые нацелены на то, чтобы существенным образом изменить экономику округа и качество жизни северян. Алина Ваучейская, Леонид Шишелов и Владислав Носкин. Телеканал «Север». В Заполярье стартовали дни Ненецкой письменности. В течение месяца в разных уголках округа пройдут тематические мероприятия. О том, почему важно и нужно сохранить язык коренного северного народа, расскажем в следующем материале. В Краевическом музее Ненецкая речь звучит не просто так. Здесь в неформальной обстановке собрались те, кому небезразлична судьба родного языка. Народа немного, но для каждого событие важное. С 18 ноября по 18 декабря в округе будут проходить дни Ненецкой письменности. Мероприятий более 70 для жителей всех возрастов. Давайте все вместе подумаем, что мы еще можем сделать для того, чтобы ненецкий язык был сильнее. И реализуем эти мероприятия, чтобы добиться главного. Чтобы ненецкий язык не умирал, не звучал, чтобы в нем разговаривали дети. И очень радостно сегодня видеть здесь молодежь. Это вселяет надежду, что он будет звучать еще громче и громче. Благодаря лингвисту и этнографу Георгию Прокофьеву, первому ненецкому ученому Антону Пырерко и филологу и североведу Григорию Вербову, в 20-х годах прошлого века зародилась ненецкая письменность. Все трое приняли непосредственное участие в создании первого ненецкого букваря и внесли огромный вклад в развитие культуры северного народа. Нужно пройти большой путь развития для того, чтобы у каждого народа появилась своя письменность. Ведь не секрет, что сегодня некоторые самодистские финно-угорские языки письменности своей не имеют. А раз они не имеют письменности, значит, они не имеют возможности обучать детей в школах, обучать детей в детских садах. И не имеют возможности публиковать свою литературу художественную, научную, методическую и так далее. Поэтому с появления письменности, конечно же, вот такая возможность у ненецкого народа появилась. Как говорит Матрёна Талеева, которая уже 49 лет работает преподавателем в Ненецкой средней школе имени Антона Пырерки, среди учащихся возрастает интерес к ненецкому языку. Даже у ребят, для которых этот язык не родной, интересуются им и взрослые, а значит, язык живёт. Ненецкий язык – это очень трудный язык. Но я думаю, что по сравнению с коми языком, я имею в виду литературный язык, который, конечно, это очень грамматика трудная. Но я думаю, что при желании можно научиться, если человек желает. Были ведь люди, которые изучили. Вот наши первые учёные, там и среди них, кто первые учёные были, это были русские люди. Вот сегодня много о них говорили. Строчка из известного стихотворения Прокопия Евтысова гласит «Мой ненецкий язык сильней ветров полярных, и хочется верить, что язык маленького, но гордого, сильного и трудолюбивого народа будет жить». Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Нарьинмаре в эти дни проходит третий ненецкий читательский форум. Это образовательный проект, который объединил любителей чтения всех городских школ и учеников посёлка Искателей. Как оказалось, несмотря на век смартфонов, планшетов и гаджетов, в регионе немало любителей литературы. В этом смогла убедиться наша съёмочная группа. Подробности у Любови Пермяковой. И сейчас я вам предлагаю полистать некоторые странички этой замечательной книги. Пятиклассник из четвёртой школы Василий Слёскин в библиотеке имени Печкова с интересом слушает произведения Виктора Толкачёва. Как признаётся, 11-летний мальчик большую часть времени, в отличие от своих сверстников, он проводит не с телефоном, а с книжками. «Мне это вообще неинтересно. Я люблю читать комиксы, захватывающие приключения, очень интересно. Недавно прочитал толстую книгу «Хроники на Эрне». Очень понравилось. Я люблю читать литературу. Это моё любимое занятие. Я дома много времени провожу за книжками. Это мне нравится. Очень захватывающие приключения у этой девочки на острове. Ещё один внимательный слушатель, шестиклассник Кирилл Яковлев, тоже впечатлён знакомством с новым произведением. Получается, что семья из Москвы, по причине того, что отец, он метеоролог, и он на север переезжает, чтобы там работать. И получается, что его семья тоже приходится туда переезжать. И мы видим, как девочка изучает, задаёт вопросы и познаёт север. Вместе с Кириллом в страну чтения отправится около 80 человек. Это учащиеся пятых-одиннадцатых классов. Организаторы мероприятия – Ненецкий региональный центр развития образования и Ненецкая центральная библиотека. Кроме презентации пособий по краеведению, произведения «Девочка на острове», в рамках работы форума проводятся различные игры, мастер-классы, викторины, занимательные лекции о подростковой литературе, писательские встречи. Также мы рекламируем в эти дни акцию «Живая классика». Предлагаем детям в апреле месяце принять в ней участие. Сотрудники библиотеки предлагают им разную литературу, которую они могут использовать при своём выступлении на данном международном конкурсном мероприятии «Живая классика». Победители конкурса «Живая классика» встретятся на финале конкурса в Санкт-Петербурге 14 декабря, где поборются за путёвку в Артек. И в завершении выпуска важная информация для жителей Заполярья. В Ненецком округе ожидается резкий перепад температуры, а также усиление ветра до 14 метров в секунду и гололёд. Такие погодные условия продлятся до конца недели. Об этом нам сообщили в Нарьинмарской гидрометеорологической станции. 21 ноября по городу Нарьинмару ожидается облачная погода. Днём будет мокрый снег, метель и гололёд. Температура будет днём от минус 1 до плюс 1, что и будет способствовать образованию гололёда, то есть нарастание атмосферных осадков, которые будут в виде снега и мокрого снега, на предметы, охлаждённые до нуля и ниже градусов, что образует плотный слой стекловидного льда на этих предметах, то есть образование гололёда. Также у нас будет ветер. Ветер будет юго-западный и западный до 14 метров в секунду. Главное управление МЧС России по Ненецкому округу призывает жителей региона соблюдать осторожность, а также напоминает о правилах передвижения пешеходов в условиях гололёда. Главное управление МЧС России Это увеличивает вероятность падения. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заострёнными шипами. Помните особенно опасное падение на спину, вверх лицом, так как может случиться сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказание медицинской помощи. Добавлю, водителям транспортных средств необходимо соблюдать скоростной режим, быть бдительными, совершая манёвры на скользких участках дороги. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...